Городская полиция ведет доследственную проверку по факту повреждения автобусной остановки, установленной у торгово-экономического техникума на улице Карла Маркса. Неизвестный привел в негодность все четыре стекла, образующие защитную конструкцию для ожидающих транспорт пассажиров. Вероятнее всего, вандал из числа хулиганствующей молодежи, бьющий коленные полотна из любопытства. Свойства такого стекла таковы, что при точечном ударе оно трескается по всей площади, но остается держаться в стальной раме. Естественно, при этом он утеряет свою прочность и высыпается при нажатии. Это не только хабаровская проблема. Подобные остановки страдают от рук вандалов везде. Вот, например, в Владивосток. Три часа ночи пьющий пиво мужчина от нечего делать тестирует стекло на прочность. Еле заметный удар металлическим предметом и прозрачное полотно, как по волшебству, становится матовым. По факту повреждения конструкции автобусной остановки в железнодорожном районе участковыми неуполномоченными 6-го городского отдела полиции проводится проверка. По ее окончанию будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. В Приморье ущерб был оценен в 340 тысяч. В краевом центре цены ниже. Как сообщили в мэрии, Хабаровское управление дорог и внешнего благоустройства оценивает замену одного такого стекла в 29 тысяч рублей. В этом году ремонтным бригадам предстоит заменить 7 полотен на 4 городских остановках. Если опустить рассуждения об уровне культуры вандалов, то и перспективы уголовные тут ясны предельно. Набор статей, по которым можно привлечь деструкторов, довольно широк. От банального хулиганства до умышленного уничтожения от чужого имущества. Подозреваемых ищут. С места происшествия Анастасия Привецкая и Андрей Алферов. Продолжение следует...